Пневматический цилиндр – это пневматический двигатель, позволяющий преобразовать энергию сжатого воздуха в линейное перемещение выходного звена. Наиболее распространенной является конструкция пневмоцилиндра двустороннего действия с односторонним штоком. Рассмотрим основные элементы конструкции такого пневмоцилиндра. Шток – стержень, соединенный с поршнем пневмоцилиндра, позволяющий передать усилие и перемещение от поршня к объекту воздействия. Поршень – подвижная цилиндрическая деталь, установленная в гильзе, разделяющая полости пневмоцилиндра, позволяя преобразовать энергию сжатого воздуха в усилие и перемещение. Гильза – цилиндрическая камера, в которой перемещается поршень. Гильза – задняя и передняя крышки формируют рабочую полость пневматического цилиндра. В передней крышке выполнено отверстие для выхода штока. Грязесъемник не допускает попадания загрязняющих частиц через шток в полость пневмоцилиндра. Штоковая манжета обеспечивает герметичное уплотнение между крышкой и штоком. Направляющая втулка служит опорой для штока. Манжеты, установленные на поршни, обеспечивают герметичное разделение поршневой и штоковой полостей. Направляющее кольцо является опорой для поршня. Резиновые кольца обеспечивают герметичность рабочей камеры, обеспечивая уплотнение между крышками и гильзой, а также между штоком и поршнем. Гайка удерживает поршень на штоке. В представленной конструкции крышки стянуты между собой шпильками или анкерами с гайками. Такую конструкцию пневмоцилиндра часто называют анкерной. Рассмотрим работу пневматического цилиндра. Поршневой полостью пневмоцилиндра называют камеру между поршнем и задней крышкой. Штоковой полостью называют камеру между поршнем и передней крышкой. Для подачи воздуха от компрессора в полости пневмоцилиндра используется распределитель. При соединении поршневой полости пневмоцилиндра с линией высокого давления, а штоковой с атмосферой, поршень пневмоцилиндра начинает перемещаться, заставляя шток выдвигаться. Когда сжатый воздух поступает в штоковую полость, а поршневая соединяется с атмосферой, поршень перемещается в обратную сторону, заставляя шток втягиваться. Движение поршня со штоком при поступлении сжатого воздуха в поршневую полость называется прямым ходом. Движение поршня со штоком при поступлении сжатого воздуха в штоковую полость называют обратным ходом пневмоцилиндра. Существуют и другие конструкции пневмоцилиндров – одностороннего действия, телескопические и другие. Подробнее о них Вы можете прочитать в статье на сайте. Ссылка в описании. Продолжение следует...